Добрый вечер, друзья! Это Агитпроб по живому. Все реже по телевизору слышны разговоры о Донбассе. И даже споры об Украине уже не так часто встречаются. Потихонечку разговор перетекает в примиренческое русло. Нас часто упрекали в том, что мы игнорируем эту тему, обращаемся к ней нечасто. И теперь мы хотели бы исправить это. У нас в гостях человек, который имеет полное право говорить о происходящем на Донбассе. Это Рафи Джабар, младший сержант народной милиции ДНР. Позывной Абдулла. Добрый вечер. Здравствуйте, Константин. Спасибо большое, что пригласили меня на эту передачу. Мы рады видеть тебя. Мы видели, конечно же, твои выступления в большом телеэфире. Но интересно в первую очередь спросить, какое вообще настроение. Вот такое ощущение, как будто бы все примиряются, и война осталась где-то за скобками. И нет никакой войны, а впереди исключительно вот это самое примирение. К сожалению, дело обстоит не так радужное, честное слово. И, скажем так, с 2015 года, да даже с того же 2014 года, с сентября, у нас произошло первое перемирие, потом перемирие за перемириями и идут. Но вопрос в том, что в чем здесь минус? У нас мы молодая республика, молодые республики, прошу прощения. Мы только тогда, скажем так, у нас образуется государство, где у нас есть Министерство иностранных дел, у нас армия, там какая-то промышленность. То есть медицина, наука, студенты, то есть и мы миру показываем тогда на тот момент, но вынуждены показывать о том, что мы можем не только мечами, то есть мы не только солдаты, мы не только бармалеи, мы не только, то есть у нас есть, мы можем разговаривать и на дипломатическом уровне. Опять-таки, да, это сразу ставит нас в невыгодную ситуацию, в очень невыгодную ситуацию, то есть получается, что нас бьют, а мы должны сидеть и крепчать и всячески доказывать свою состоятельность и доказывать, что это не мы, допустим, на таком-то участке фронта не мы нарушили перемирие. В то время, когда, скажем так, у противника сейчас, они пользуются технологиями, новыми технологиями, у них камеры везде расставлены, и камеры такие, очень дальнобойные, то есть они видят детекторы движения, тепловизионная техника, ночники, это не вчерашние, это позавчерашний день. Ночники и приборы ночного видения? Да, да, да. То есть ты говоришь, что идут военные приготовления? Нет, военные действия идут. Так точно. То есть никакого перемирия по факту нет? Никакого перемирия никогда не было вообще на Донбассе. Никогда. Но мы соблюдаем перемирие. Опять-таки соблюдаем ее, исходя из тех форматов, что мы доказываем, мы вынуждены доказывать миру, что мы не террористы. Это факт. Это факт. То есть у нас есть Министерство иностранных дел, в Минском формате у нас проходят встречи. Я не люблю Минск, я против Минска. Вот скажу откровенно, я против этого Минска, потому как во время перемирия у нас погибают наши бойцы, наши братья. Они погибают. Обстрелы не прекращаются. Стрельба по нам из стрелкотня – это мелочь. Там 82-е минометы – это мелочь. То есть такая нормальная ствольная арта работает. Я не говорю, что она сейчас повсеместно работает, но она работает. Вот недалеко, как вчера, по Вольво-центру у нас четыре прилета 120-х. 120-й миномет. Да, 120-й армейский миномет. Это в черте города. Получается, сразу начинается черта города. Оттуда. То есть вот то, что я хочу еще раз, чтобы... Есть две реальности, да? Вот когда я там в краткосрочной командировке был, я это очень остро ощутил. Есть реальность для людей, которые находятся на Донбассе. Есть реальность для всех остальных, кто следит за этим по телевизору. Вот из телевизора начинает казаться, что вроде бы другой президент пришел на Украину, что вроде бы посредничество при участии международных партнеров, что вроде бы о чем-то обменялись пленными. На самом деле ничего такого. На самом деле это... Война идет. Не было ни одного дня у нас, чтобы не шла у нас война. И не было ни одного дня, где у нас не было бы потери или двухсотами, или трехсотами. Ни одного дня на Донбассе не было. Так, вот взять по линии фронта, не было ни одного дня, чтобы у нас кто-то не погиб. Или получил ранение. Но не было такого дня. То есть война у нас идет, она идет, и она не остановится никогда. До того момента, пока большой брат, в данном контексте Россия, более перестанет, скажем так... Я сейчас попробую подобрать точное определение. Опять-таки, как солдат, я хочу сказать, перестанет сжиманиться, но как... Дипломат. Даже не дипломат. Но как человек, который реально... Я понимаю, что мы во многих вещах... Допустим, Российская Федерация. Она заклинилена. То есть знаешь как? Русские — это плохо. Допустим, англичане — это хорошо. Там Европа — это хорошо. А русские — это азиаты, это страшные варвары, невоспитанные. То есть вот этот вот формат доказания того, что мы хорошие, доказания того, что... Ну, я уверен, все равно настанет такой момент, когда дипломатия закончится. И Россия расплавит плечи и скажет, ребята, мы не дадим убивать русских. Этот момент рано или поздно придет. Ты считаешь, что эскалация неизбежна? Так точно. К сожалению. К сожалению. Ну, это мое личное субъективное мнение. Я не озвучиваю мнение... Вот я же что говорил? Что я против минских соглашений. Но я понимаю, что мы обязаны их соблюдать. Вот есть, знаешь, ну опять-таки, есть солдатская правда. Есть правда, скажем так, гражданская. Гражданскому населению опостылила война. Так же, как и бойцам. И вот, знаете как, вот этот момент худой мир, чем добрая война. То есть, гражданскому что хочется? Ему хочется, чтобы у жены был комфорт, чтобы мама ни в чем не нуждалась, чтобы дети и шли в школу, чтобы дети получили образование. Это, ну, все те вещи, которые хочет гражданский человек. И мы поддерживаем, и это правильно, так должно быть. Ну, наши бойцы понимают, что доброго мира не будет. Но наше, скажем, государство, ДНР, Донецкая Народная Республика, это не только воинская составляющая, а это еще и какая-то индустрия, какая-то медицина, какая-то учеба, образование, выплаты, зарплаты, какой-то бизнес, какой-никакой. На пятке бизнес, я неправильно сказал бизнес. Я не люблю слово бизнес. Вот купечество, да, я понимаю, купцы. Вот у нас нам необходимы купцы тоже, в том числе, для того, чтобы, ну, хочешь, не хочешь, мы не можем сейчас резким, к сожалению, мы не можем резким социализмом там жить. Ну, не получается у нас, потому что те-то заводы принадлежат тому-то, те-то активы уже у кого-то. То есть мы, забирая это, мы и открыто, допустим, вот полная национализация того-того-того. То есть это выставится, опять же, на дипломатическом уровне в Европе. Еще где-то, еще где-то, что мы беспредельщики. Посмотрите, там, вот что они творят, там, в то время, когда мы прогрессивное, там, общество. То есть ты хочешь сказать, что ДНР вынуждена изображать из себя то, чем она не является, для того, чтобы понравиться Западу? Нет, 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 нет. Донецкой Народной Республики, Донецкой Народной Республики, да, на мой взгляд, опять-таки, чтобы я, может быть, она, ну, как я, как гражданин Донецкой Народной Республики, по Конституции Донецкой Народной Республики, имею право на свое мнение субъективное, да, и вот я его могу высказать, тоже, в том числе. Вот, и, допустим, вот я скажу так. Мы не то, что, там, хотим, мы хотим, ну, и, к сожалению, и, в том числе, опять-таки, к счастью, опираясь на опыт афганской войны, что мы хотим, не то, что, там, наш курс, то, что Украина нам не враг. Народ Украины нам не враг. Там, эта вышиванка, она нам не враг. Тот же, там, украинский язык, он тоже нам не враг. То есть, у нас даже до сих пор есть скорая помощь у бойцов, у которых бойцов разводят, где написано «швидка медличка медличная депомога». По-моему, как там написано, точно могу ошибиться. То есть, у нас есть здание, где написано до сих пор «вхид-выхид». То есть, и это не в плане того, что мы хотим им понравиться. Нет. Мы не воюем с Украиной. И мы, в том числе, мы, опять-таки, у нас мало показано, то, что мы не воюем против Украины. Объясни, с кем идет война и кто ведет войну. Украина, вот у нас на данный момент идет война против той группы, которая захватила власть в Украине. На националистической почве подготовила эти нацбаты и кинула их на нас. Но одно вытекает из другого. У нас, ну, сейчас уже, получается, нацбаты, нацики, которых говорят, но в Украине нет. Они есть. Ну, вот погуглите, посмотрите, там, эти... Я тебе вышлю фотографии с позиций, которые напротив меня, где есть на нацистке. Вот четыре флага. Натовский, вот на Большом Муравейнике, вот бойцы знают. Натовский, грузинский. Украинского там даже нету. Правый сектор и американский. Даже украинский нету. Позиция называется Большой Муравейник. Ну, сейчас их сняли, странировали. Ну, направление, допустим, Мариновки, пожалуйста, украинские флаги. Вот эти украинские, нацистские флаги. Горловское направление, пожалуйста, нацистские флаги. То есть, реальный, реальный нацизм. Там мы воюем реально против этого нацизма. И получается, по миру единственное место, где воюют против нацизма, от того, что творил Гитлер, гильдерские войска, это Донбасс. Это единственное место в мире. Я горжусь тем, что я служу в этой армии. Какая-никакая. Нам не дают... Мы, опять-таки, следуем минским форматам. Мы не можем быть армией. У нас управление народной милицией, которая воюет и проявляет чудеса, героизм и мужественность, потому что у нас горстка. И в то же время у нас большая линия фронта на эту горстку. И мы... Также внутренние войска. Также, скажем там, тот же у нас Беркута, Сабры, воюет, воюет, будь здоров. То есть это... Я повторюсь, я счастлив, что я служащий этой армии, что Бог дал в милости свою такую возможность мне служить в этой армии, сделать что-то и что-то дать ради этой армии, которая единственная в мире воюет против нацизма. А нацизм по миру поднимает голову. И нацизм по миру поднимает голову, как я понимаю, для того, чтобы убрать немножко социалистическое мировоззрение, которое все больше и больше валирует у людей. То есть как дубль-2, как с Германией было. Вот Великая Отечественная война и тогда... Но ведь Россия сегодня не является даже защитницей этой социалистической идеи, мягко говоря. Россия, как вам сказать, является Россия защитником социализма? Не является... Разницы нет. Россия является тем фундаментом, к которому тянутся руки, скажем, обделенных, ущемленных, которых гонимы, которые преследованы. Но Россия часто отталкивает эти руки. Отталкивает, не отталкивает, но ореол и аура России притягивает эти руки. Ты имеешь в виду, что России досталось это в наследство от Советского Союза? И не только от Советского Союза. И многие воспринимают ее именно так. Хотя она, может быть, и давно не похожа на Советский Союз. В царской России в то время, вот знаете, как у Лермонтова, с тех пор в тени своих садов, не опасаясь о врагов, за гранью дружеских штыков. Там Грузия, она цвела. Ну, это вот Масыри, Лермонтов я прочитал, и там видно, что вот где этот чернец сметает пыль с могильных плит, в которых надпись говорит. О славе прошлое и о том, как удручен своим венцом, такой-то царь в такой-то год, вручал России свой народ. Пожалуйста. То есть это наследие вообще русских. Это не то, что, вот знаете, как, это одна из привилегий русских, славян, русских, потому что, как бы там ни было, что бы там ни было, все интенсивно и интуитивно знают, что не тянут к Америке, Америка, помоги. Америка сама выставляет детвору, которая говорит, вот там нас разбомбили, нас разбабахали, посмотрите, там какие-то фотографии, какие-то бирочки, все, вот. А сама реальная позывы, просьбы, стоны людей, они тянутся к России. Ну вот это так, это факт. Это говорит этнический пуштун. Так точно? И что? Для меня как пуштуна, вот я скажу по-другому. После того, как в 1917-19 году, в 19-м, вот как, в России произошла революция. Вот я немножко вернусь в экскурс. В России произошла революция, и РСФСР никто не признавал. Российская ампера перестала существовать, и РСФСР никто не признавал, как сейчас не признают ДНР и ЛНР. Донецкие и Луганские народные республики. Ну, Донецкие и Луганские республики, получается. Никто не признавал. И РСФСР тоже не признавали. И Антанта, вместе с, скажем так, вместе с теми, кто решил наживиться на этом, получить свои, там, стать верховными правителями, там, от Колчака до Врангеля. В этот момент Англия напала на Афганистан. Решила уже забрать Среднюю Азию. Потому что и Российская ампера не стала. Почему бы нет? Фу, Афганистан, давай возьмем третий раз. И афганцы посмотрели по миру, с кем воюет Англия. О, английские войска там. Мы признаем РСФСР. Мы приняли посольство. В 19-м году Афганистан одна из первых стран мира, которая признала РСФСР. Это потом уже, в 20-м или 22-м году, Литва, там уже признали Советский Союз в общем. Но РСФСР Афганистан признал. И не факт еще, что Афганистан не признает ДНР и ЛНР. Расскажи, как так получилось, что уроженец одной из афганских провинций оказался на Донбассе? Насколько это можно уместить в нашем коротком интервью? Как выглядел твой жизненный путь? Ты родился... В Афганистане. До ввода советских войск? Я родился до ввода советских войск. В 78-м году. Ну, за год до ввода. И потом началось. Да. Вот почему? Я на секундочку ремарочку возьму назад. Вот ты сказал, это говорит Пуштун. Вот. Я же говорю о том, что мои предки, которые смогли разбить англичан, посмотрели и выбрали, сказали, мы будем с русскими. И приняли посольство русских. А почему они не приняли сторону белогвардейцев, например? Они стали поддерживать какого-нибудь Духонина или... Знаешь, афганцы пользуются сердцем. Наше сердце подсказывает нам, где правда, где ложь. Очень много царских офицеров... Правда была на стороне красных. Конечно. Это факт. А не царская Россия. Сколько царских офицеров служило в Красной Армии? В войну победили, по сути, офицеры царской армии, которые управляли рабочей и крестьянской народной армией. Пожалуйста. И те же царские... И также те же царские офицеры были в Афганистане. Афганистан, кстати, еще принял басмаческое движение, когда было, Афганистан принял к себе белогвардейство. То есть мы не были там то, что мы там против вообще русских в целом. Мы там признаем только вот красных, и белых мы не признаем и идем с ним войнём. Мы приняли. И через нас они также там уходили там уже в Индию или еще куда-то. В Иран в тот же. Вот в центре Афганистана есть могила донского казака из станицы Гундеревской, Герасимов. И там написано, слава богу, что мы казаки. И никто ее не убирает оттуда. И никто ее не убирает. Ну, я думаю, что опыт той войны, в которой участвовал ты, как раз доказывает, что примирение между конфликтующими сторонами едва ли возможно. Но, тем не менее, расскажи, как складывалась твоя биография? Как так получилось, что сначала центральная Россия, а потом Донбасс? Последовательно. Скажи. Как твоя семья пережили вот эти тяжелые годы гражданской войны в Афганистане? Мой отец погиб в самом начале этой войны. В 80-м году я родился в 88-м. Мой отец погиб в 80-м году. И когда погиб мой отец, моя мама через три месяца сама умерла. И я рос в семье моего дяди. В Афганистане нету... По сути, в Афганистане не было никогда детских домов. У нас не было... Детей-беспризорников в Афганистане никогда не было. Потому что, скажем так, семейные узы, скрепы в Афганистане очень сильны. И когда происходит что-то с одним человеком, брат погибшего человека, он берет под опеку и берет... Это его семья. И они так дальше живут. Но в Афганистане... Случилось так, что начали... Советский Союз начал принимать детей из Афганистана, чтобы дать им образование, подготовить по определенным наукам. У нас даже готовили сборную, олимпийскую сборную в Ташкенте. На тот момент готовили олимпийскую сборную. Из Детевары готовили. Из Афганской Детевары. Так точно. А подожди, а отец, ты сказал, погиб. А кто был отец? Отец у меня был учитель. Школьный учитель. Потом он принял... Он был социалист. Он был каллист? Да, так точно. И он вступил в НДП. Народно-демократическую партию Афганистана. Так точно. И его отправили для дальнейшего... На повышение. Он пошел в Хондус. Город из такой. Он сначала возглавлял там училище. Потом стал мэром города Хондус. И потом стал исполнять обязанности губернатора провинции Бадахшан. Где-то месяца через три он погиб. То есть он был ненавистен для противников социализма в Афганистане. Так точно. Его... Когда его убивали, его убивали с криком Аллах Акбар. Бог велик. То есть некоторые это интерпретируют слава Богу. Вот. И... Ну, я мусульманин. Слава Богу. И я верующий человек. И эти вещи, они не оттолкнут меня от Бога никогда. Вот. Вот. Нечто подобное. Эти вещи ты имеешь в виду мировоззрение отца. Когда именем... Когда именем религии... Мой отец... Не. Мой отец был социалист. Но в то же время он был верующий человек. Он был мусульманин. Он молился. Он... У нас нету такого... У нас нету человека, который бы, допустим, в Афганистане не был бы мусульманином. У нас все верующие люди. Да, у нас есть... У пуштунов особо это развито. Вот. Пуштун Вали. Ты слышал когда-нибудь об этом? Вот. Ну, это определенно свод правил, по которому живет пуштун. Это как вот, скажем, у самураев был определенный свод правил, да? Хакагурия или там Бусиду. Вот. У пуштунов есть вот... Нечто подобное называется пуштун Вали. Пуштун Валай в некоторых местах, да? Вот. И в то же время у нас овалируется. То есть у нас на первом месте Бог, потом идет пуштун Вали. И в этом пуштун Вали все как в социализме. Очень вопрос. И когда, допустим, я здесь учился, я учился в Волгограде. Ты был одним из тех мальчишек, которого советская власть, которых советская власть из Афганистана, предчувствуя то, что там дело идет кровавой такой мясорубки, да? Она перевезла сюда для того, чтобы воспитывать и растить новые кадры, нет? Да. Да. Но мясорубка уже шла на тот момент. Это 85-й год. Нас привезли в 85-м году. Вот. И я попал в школу Энерарда номер 9 города Волгограда. Красноармейский район. Это небось под каким-нибудь спецслужбистским надзором? Да, так точно. Но у нас были хорошие преподаватели. У нас не было такого. Нас воспитывали любви к Афганистану. Нам преподавали... Нам не говорили, там, для вас Бога нет, там, вот так, вот так, вот так. У нас был учитель религии, который учил нас религии, исламу. Основами ислама. То есть, у нас не учили ненавидеть кого-то. Нам давали знания. Нам давали знания, и нам давали знания с любовью. А любовь, это вот, скажем так, в православии есть три христианские добродетели основные. Это любовь, вера, надежда. Я так понимаю. И вот эта вот любовь, она стоит одна на первом месте в христианских добродетелях. И вот они с любовью, вот именно любовью, они любовью, они заменили нам, скажем, родителей. Они дали нам образование. Образование, я тебе хочу сказать, вот у меня девять классов образования сейчас, на данный момент. Но я понимаю, что вот сейчас любого человека с института, который окончил вот сейчас институт, я могу с ним поспорить. Я смогу с ним подискутировать, как минимум. Я не скажу, что я там, допустим, умнее его, мне ни в коем случае. Но подискутировать я смог бы с девятиклассным советском образовании а что запомнил ты как школьник попавший вот в советский союз о том времени вот помимо того что вы бы ну вы наверно как как каком-то аквариуме жили до всей реальности советской ты не мог с ней соприкоснуться и ощутить на все-таки что это что это была за страна что тебя воспитывала как у лермонтова того же погибших лет святые звуки как здесь сказать мы каждое лето мы были пионерских лагерях у нас были экскурсии в цирк там еще где-то еще да да конечно мы жили замку то у нас было все очень строго вот как в кадетских корпусах то есть мы даже в столовую шли строим маршем там все такое проси пожалуйста у многих до родители погибли почти у всех почти у засера и собирали кстати вот о чем афганистан очень многонациональная страна вот извини я немножко перепрыгну афганистан многонациональная страна нету такой нации афганец есть нации тот же балуч там таджик пуштун тоже узбек хазареец уйгуры даже даже есть в грязани калаши у нас у нас очень много национальности то есть афганистан он был стоял на пути перекрестка вот это вот торговых путей это перекресток торговых путей и все походы как запада на восток как востока на запад он не мог не коснуться афганистана и каждая из этносов оставил свою ячейку свою свою особенность и вот вы все оказались вот и вот мы все оказались в этом вот это вся общность нации называется афганец и у нас это того что допустим я пустун я там афганист и афганист я там то-то я афганист и афганист я там то-то нет мы афганцы и многонациональная скажем государство называется и это одна общность нация называется афганцы вот так вот и вот к чему я говорю вот на Религиозная почва у нас, когда война шла, когда, допустим, настал тот момент, когда Ельцин перестал давать нам, когда вы увидели советские войска, вот опять-таки, мы сейчас, я вот, может быть, немножко, я прошу прощения, мне вот неудобно даже, может быть, я немножко сейчас скажу те вещи, которые людям не понравятся, вот, в частности, там, в первую очередь, гражданскому населению, потому что гражданское население, она у нас такое, знаешь, победа до последнего конца, победа, там, это, никаких перемирий, никаких этих, там, бывают такие же тоже моменты, бывают, у гражданского населения, вот, которые не, не, не находятся на позициях, не, не рисует жизни, шапка закидаристы, так точно, вот, у нас был, был такой момент, когда советские войска, войска вышли из Афганистана, у нас началась политика национального примирения, она шла, в принципе, еще, еще до водовой, в Афганистане, напоминает сегодняшнее примирение, так точно, вот, о чем я говорю, и вот, политика национального примирения у нас, отежбаст, то есть, прекращение огня по противнику, на полгода у нас было, полностью мы прекратили все, но противник, и финансирование, как обещали Горбачеву, что мы не будем их финансировать, финансирование утроилось. Американцы обещали Горбачеву, что они не будут поддерживать по линии ЦРУ маджахедов. Так точно, но она утроилась, и плюс к этому, вот, один к одному, весь мир, что дал, китайцы, иранцы, Египет, Турция, Франция, Англия, Германия, Италия, Америка, все эти страны вместе, сколько давали на маджахедов, вот, ровно столько же еще давала Саудовская Аравия. Об этом никто не знает. Ну, как бы, это не финансирование. Короче, перемирие не получилось. Естественно. И подумали так, российские, мы держимся, то есть, наша власть держится на штыках советских, поэтому, там, сейчас мы их сметем. А нет. Это было уже правительство Наджибулы. Это было правительство Наджибулы, да. На тот момент, когда Наджибулла призывал всех командиров, всех мятежников, всем было разосланы, там, всех принимали, каждому были присланы эмиссары, всем были даны сигналы о общем перемирии. Лой Джирга в Афганистане, ну, совет старейшин. Так точно. Вот. Где было сказано, что все, война прекращается, основные противоречия у нас закончились. Почему? Афганистан, у нас закон шариата, у нас, мы по шариату жили в Афганистане, даже когда советские войска были в Афганистане, извините меня на тот момент. То есть, шариат есть, советских войск нет, там, вы говорите, там, каферы, там, это, нет, все, остались мы. Кого ты будешь убивать? Афганца. Кого ты будешь сделать сиротой? Афганца. Кого ты сделаешь вдовой? Афганца. И, тем не менее, перемирие не получилось. И, перемирие не получилось. Деньги. Деньги оказались сильнее. Деньги и власть. Да, конечно, они думают, о, мы сейчас придем, наши кураторы, там, есть, сэр, да, сэр, конечно, пойдем. И, почему бы нет? Потому что Россия, Горбачев им сказал, нет проблем. То есть, ты хочешь сказать, что Горбачев зажег зеленый свет для этого? Конечно, он вывел войска, и он не стал предъявлять, почему вы финансируете, почему вы не это, почему боевые действия начались в Афганистане, почему начались полномасштабные штурмы провинций, городов, хост, на хост каждый день у нас нападение, Конар, Кандагар, север Афганистана запылал, все у нас запылало. У нас шла полномасштабная война, как в Великой Отечественной войне, у нас такая война пошла. И мы, вот в чем плюс на Джабулы, мы смогли подготовить в это время армию. Мы совершенствовали генеральный штаб, у нас началась реорганизация служб контрразведки. У нас полностью по-другому, на другом русле. На Джабулы смог построить профессиональную армию, по сути, одну из лучших на тот мир, потому что весь брод наемников, специалистов высочайшего класса. Мы, если обратите внимание, кто-нибудь, если читал книгу «Псы войны», «Дикий гусь» или еще как-то, где 200 наемников могут сделать переворот в, извините меня, в развитой нормальной стране, даже и не в развитой, да в любую, в Африке или еще где-то, в Эквадоре или еще где-то, могли делать, 200 наемников могли делать перевороты. А у нас весь этот сброс собрали, и плюс к этому, опять-таки, в течение ваххабизма, которые были развиты для самой Судовской Аравии, было выгодно пассионарную волну убрать и закинуть ее в Афганистан. Ну, как сейчас в Сирии, то есть всех безработных, всех обделенных вооружить и отправить, убивать друг друга. Вот, вот, по сути так. И, но, это, их возглавляли профессионалы экстракласса. ЦРУшники. Так точно. И мы смогли, наша армия смогла дать отпор им. Афганистан, когда были советские войска в Афганистане, мы контролировали 20% территории Афганистана. Это коммуникации, узловые, скажем, города, и по сути все. Ну, после того, как нарушили политику национального примирения, а у нас, как было, у нас люди начали приходить, да. Были маджахеды, которые искренне были обмануты и говорили, да, мы воюем против каферов, мы еще кто-то. Советских нет, этих нет, у нас шариат, в мечети работают, и школа работает, и медицина, пожалуйста. Мы эту медицину делаем не потому, что это противогодно Богу, чтобы лечить и твою мать в том числе, и твою дитя в том числе. То есть люди начали понимать это. И они сказали, да, мы не будем ебать своих братьев. Праздник национальных одежда на поле. Майдан по-афгански, Майдан это называется по-афгански. Майдан-холист, пустое поле. И люди выходили туда с барабанами, с этими, с танцем Атан. И у нас были генералы, вышестоящие, скажем так, представители Министерства обороны. Он принимал каждого, кто приходил и слаживал оружие, он обязан был его обнимать. Это, кстати, отец нашего одноклассника, не одноклассника с параллельной группой парня, его отец. Он каждого должен был обнимать. И каждого. То есть мы не смотрели на них, мы смотрели на них как на братьев. Потому что он же афганец, такой же афганец, как и у него мама. Так же по-афгански разговаривает. И она так же кричит, когда рожает этого афганца. И вот один, они с ручниками заслали смертника. То есть он пришел генерал... Он обнял его и взорвал себя. Именем Ислама. И на этом перемирие закончилось. На этом перемирие закончилось. В течение двух недель были убиты все, кто задействован в политике национального примирения. Ну, погуглите, просто чтобы вы не думали, что я... И после этого Наджибулла установил практически контроль. И после этого наша армия начала работать. Вот как сейчас у нас не дают нам работать. Потому что есть обязательства минских договоренностей. Все, мы их соблюдаем. Мы обязаны их соблюдать. А что же, получается, Ельцин сделал с Наджибуллой? Получается, на тот момент, когда мы стали контролировать 80% территории Афганистана всей, Ельцин перестал давать нам оружие. Нам перестали идти патроны, нам перестала идти еда, нам перестала идти ГСМ. И мы... Все. Мы проиграли войну. Ельцин подписал... Белые КамАЗы, которые едут в Донец, перестали к нам идти. Ельцин подписал приговор на Джибулле. Всему Афганистану. Что ты думаешь о Ельцин-центре? Я... Я рад, что Ельцин-центр есть. Да ты что? Да. Потому что каждый человек, который будет заходить в Ельцин-центр, он будет видеть, что говорят так, на самом деле так. Говорят так, на самом деле так. То есть это не план для того, что они там кузница кадров, где куют против, скажем так, другой идеи, против социализма или еще что-то. То есть Ельцин-центр, это наглядное показание. Ну, мне не нравится Ельцин-центр. Я против Ельцин-центра. Но я рад, что он есть. Когда-нибудь это будет дом творчества. Или еще что-то. И все-таки вот к детскому творчеству 80-х мы прервались. Хотелось бы все-таки свое отношение к той стране, чтобы ты поделился им твои воспоминания о Советском Союзе, о Одессе. Вот ты говоришь, пионерлагеря вас возили. Ты знаешь. Вы все-таки жили как-то изолированно. Вы не видели там очередей, колбасных электричек? Вам все это не было известно? Нет, очередя мы видели уже в 90-х. В 90-м. То есть я закончил школу-интернат в 90-м. То есть опять-таки по предательству. Нас уже на тот момент сливали по полной. И нас таких по 13-14 лет нас отправляли в техникумы, где нас отчисляли бы по неуспеваемости. И после этого нас вынуждены были бы, извини, братан, ты закончил учебу, тебя вычислили по закону, ну, как будто гражданин Афганистана, на врагам сдавали нас. Ты хочешь сказать, что детей, которых государство взяло под свою опеку и защиту, из этих специальных учебных заведений выталкивали для того, чтобы депортировать на расправу маджахедам? Так точно, да. Это делало Ельцинское правительство? Так точно, да. Как же тебе удалось избежать этой участи? Я сбежал. И приехал в Ростов. Тогда нас варил. Ты сбежал? Конечно, я сбежал. Без документов, без ничего? Не, паспорт у меня на руках был афганский на тот момент. Демократические республики Афганистана. Недействующие. Несуществующего государства? Так точно. И как тебе удалось выжить? Это другая история. Я в следующий раз не могу об этом. Это... Можно книгу написать. Ну а как вот этот 13-14-летний пацан без родины, без родителей, без помощи, с паспортом недействительного государства на руках, как он, окунувшись вот в этот ужас 90-х, бандитизма, криминала, ненависти ко всем чужим, как он при этом не возненавидел вот страну, людей, русских. Почему он сейчас про русских это говорит? Почему он Лермонтова цитирует? Это в голове не укладывается. Как это? Получилось... Вопрос еще в другом. Тут еще другой вопрос. После того, как нам перестали идти помощь с Советского... Ну, с Россией уже, да? Нас... Мы проиграли войну. И очень много людей, которые воевало, по сути, за бок о бок вместе с советскими войсками. Это спецслужбисты, это офицеры среднего звена, офицеры высшего звена, это чиновничий аппарат. Это очень много достойные, правильные люди, которые не сотрудничали с врагами, не переметнулись. То есть они вынуждены были эмигрировать в Советский Союз, и министр иностранных дел Козырев сказал... Вот я хочу обратить внимание на это. Он сказал, в Афганистане все готово к урегулированию, мешает этому сепаратистический режим Наджбулы. И депортировали и сдали маджахедом тем людям, которые называют себя маджахедами. Вот в чем вопрос. То есть, видите, подмена вот этих вот понятий. Потому что слово «маджахед» — это светлое, чистое, правильное слово. Тот покров, на который на себя взяли те люди на тот момент. Вот некоторые по незнанию, некоторые целенаправленные. И Козырев выдал на расправу. Так точно. Россия сдала всех. Сколько там погибло? Ну, 2,5 миллиона человек мы сдали. То есть речь о сотнях тысяч погибших? Больше. Больше. О которых даже никто не знает. Почему, вот я спросил у тебя, почему ты не возненавидел? Во всем, знаешь как, есть там вещь — сердце. Вот надо слушать сердце. Вот что говорит сердце. Иногда, знаешь, иногда там разум, да, ума холодных наблюдений, но сердце горестных замет. И вот сердце говорит, что тут что-то не так. Подождите. Ну, это же... Видно эти очародья, да? Видно, как люди, скажем так, обнищали. Видно, что... И я понимаю, что делается все, что я начинал ненавидеть этих людей. Да. Вот эти. И вся та ненависть, которая скапливала вас. Вся та неприятие. Ты понимаешь, что это все целенаправленно подготовлено для того, чтобы мы не любили именно ни Ельцина, ни власть, ни там еще кого-то. Там Берзовского с его корешами. А русский народ. Очень может. Я это понимал. Я это видел. Это шито белыми нитками. И когда убивали моего отца именем Аллаха, как бы именем Ислама, в то время, когда мой отец мусульманин, чтобы я не позволил своему сердцу отойти и сказать, нет, нет, это Ислам. Нет, я понимаю, что это оружие, которым сделали так, чтобы убить моего отца. И преподнести это так, чтобы я ненавидел. Нет. У них это не пройдет. И не пройдет. Вот я это видел. Я это понимал. Но моего отца убили. И я, как афганец, всю жизнь готовился к тому, чтобы найти убийство моего отца. Поэтому это помогло мне выжить и сохранить себя. И тебе ненависть помогла выжить? Так точно? И я понимаю, что они убили моего отца. И я понимаю, что они кормили наш народ. Я понимаю, что они строили дороги, больницы, дома, фабрики, заводы. Медицину у нас какую-никакую сделали. У нас они убрали смертность детскую. Они убрали у нас, у нас матери при родах не умирают уже, когда рождают. У нас в Афганистане. Это благодаря русским. И бесплатно. У нас Саланг, многомиллиардный проект, который вырубили, и бесплатно, без копейки прибыли сделали. У нас дорогу с Кабула по Джалалабад, дорога, которая сделана, тоже многомиллиардный проект. Бесплатно это все сделано. Ты понимаешь, что ну как не любить этот народ? Как не любить этот народ? И которая пользовалась тем, что никакого бизнеса, это личное. Вот, это от нас. Это помощь, ман. Твой отец был коммунистом, он ошибался? Нет, никак нет. Как ты это понял? Просто потому, что он твой отец? Да, я чту своего отца. Он был учитель математики, да? Да, он был учитель математики. Нет, не только. Он был губернатором, у которого не было своего дома. Когда погиб мой отец, оказалось, что мы живем в съемном доме в бедном квартале. И к моей маме очередями приходили там эти женщины и делились своими проблемами, там еще что-то. То есть, по сути, моя мама, как серый кардинал, что там папу постоянно турково говорила, сделать и так, надо вот так, туда помочь. Это сделать, это сделать, это сделать, это сделать. Ну, если забыть о том, что он твой отец, может быть, эта идея доказала свою ошибочность? Может быть, страна развалилась, ты остался на улице... Никто не говорит, что мы проиграли. Ты считаешь, что не проиграли? Конечно. Ну, ты знаешь, как тебе сказать? Вот я назад вернусь. Вот представьте себе губернатора, у которого нету своего дома, который живет, и он нищий, у него нету ничего. Для меня это поступок достойного уважения. И это предопределило и поставило очень много приоритетов в моей жизни. Очень много. Это пример такой. Я очень хотел бы, чтобы Малатиск глядил со мной. Ты поэтому поехал на Донбасс? Я поехал на Донбасс, да. Потому что я увидел ту войну, которая в Афганистане, и я понял, до чего он может дойти. Потому что у нас-то после того, как мы проиграли эту войну, у нас началась межнациональная рознь. У нас тем командиром, которых были на подписке ЦРУ, кураторами, у которых был ЦРУ, я имею в виду тех людей, которые называли себя маджахенами, были не только пустуны или таджики, были там узбеки, еще какие-то. И нас, узбеков, натравили. Узбек, там, это наша территория исконная, мы здесь жили, там, это село, там, здесь таджики. Вырезали таджиков нафиг. Таджики со своей стороны вырезали тех узбеков. Те вышли на территорию пуштунов, начали вырезать пуштунов. Я в Афганистане, когда был, мне показали один пакет, я был в 2010 году в Афганистане, мне показали пакет 4 килограмма ногтей вырванных, афганцев, афганцами, на национальной почве, на националистической почве. Потому что получились какие-то более афганистые афганцы, как на Украине, пожалуйста, обратите внимание. А это же дети, они еще не понимают, куда они идут, и что они творят, и к чему они придут. Потому что тема джахеда, которых финансировали талибы, ЦРУ, они когда захватили власть, против них подготовили талибов и снесли их. А против талибов подготовили ИГИЛ. Сейчас они делят между собой финансирование, но это отдельно, вопрос, я абстрагировался немножко от этой темы. Потому что я... Ты почувствовал, что это происходит и здесь. То же самое. Нет! К чему может привести? Ладно, мы там, афганцы, мы там... Нас всегда убивали. Мы, ну, мы... Мы выживем. Мы... Но те люди, которые там... Эти, ну... Валентина Максимовна, Валентина Ивановна, Тамара Ивановна. Кто это? Надежда Евгеньевна. Кто это? Наши преподавательницы. И вот... Это славяне. Понимаешь? Ну, хотя у нас были и Фарида Фатаховна, и Захиджев Юлович, татарин. Который там... Лермонтова мне постоянно давал. Татарин мне постоянно давал Лермонтова. Читать. На, читай, на, читай, на, читай. Вот. Что? И это может произойти... Вы знаете, мир очень зыбок. Любую секунду здесь может что-то произойти. Еду перестанут привозить в магниты. И через неделю здесь... Что будут кушать люди, когда вокруг железобетонное стекло и одни люди? Через неделю что здесь начнется? То есть ты имеешь в виду, что Афганистан и сюда прийти может? Нет. Я хочу сказать, что то, что да, то, что с Афганистана, это в любую секунду может здесь произойти. Если где-то кого-то убивают, в любую секунду, значит, и здесь могут кого-то убить. И будут убивать. В любую секунду. Это может произойти. Это вопрос времени. И если они дошли до Украины... А Украина... Ну, все прекрасно понимают. Там, да, там, шире громадяне, там, мы там, своя особая нация, за 25 лет их так воспитали. Дали мы это. Заново их. Заново, заново, заново их передовали, да? Но это русские, по сути. Это славяне. Хорошо, они будут считать себя русскими, но ни один из них мне скажет, я не славянин. Это славяне. А русские кто у нас? Славяне. Что? Там сейчас будут убивать славян и делать все то, что сделали с афганцами, с русскими. А в итоге пришли к тому, что ветераны афганской войны с одной стороны убивают ветеранов афганской войны с другой стороны. Пожалуйста. Да. У тебя появилась ненависть к украинцам? Никак нет. Я тебе другое скажу. Слово хохол запрещено. Не, ну что хохол, ну хохол, хохол, еще. Да мы на самом деле, пацаны, мы с собой там и хохол. Ну судим в этом. Судим в этом. Вот сейчас я общаюсь с, скажем так, с бойцами украинской армии, которые воевали против нас. Один вообще стал против нас воевал. Я с ним общаюсь по интернету, я с ним разговариваю. И когда я получил ранение, он мне пишет, что я сожалею, я реально сожалею, что это так. Пожалуйста. И не только с Мединским. Вот мы с Мединским, я был на передаче, меня вызвали, меня вытащили с окопов, почистили, там грязь меня струсили, закинули туда. Я даже не знал, что там может произойти, что там будут люди, которые там будут рассказывать про Украину или что-то наезжать. Я не думал, что формат будет такой. Я не был готов к этому. Но там мне показали бойца украинца, который атошник. Там он в украинской армии, в ССН, по-моему, как там у них называется. И я слушаю то, что он говорит, я ему говорю, мы не воюем против тебя. Мы не воюем против тебя. Такие люди, как ты, стоят здесь в окопах за нас. И я не позволю себе оскорбление в твой адрес. Никогда. Я с таким мировоззрением, у тебя будут проблемы. И когда они начнутся, можешь рассчитывать на меня. И на нас. Потому что мы пришли помочь именно вот этим людям. Именно таким. И мы с ними... Я общаюсь с выслушниками. И здесь вопрос политики национального примирения. Вот этот момент. Он может сработать. И Минск в чем? Он в любом случае, как благодаря Минску, да, он нас все равно убивает. Благодаря. Но сирот меньше все равно. Сирот меньше. Вот знаете, как в контексте там мирового масштаба это ничего, но для одного сироты. Это так важно. Скажи, а возможно примирение разве? Можно ли надеяться на то, что этот кровавый конвейер остановится, если с одной стороны Ельцин-центр, да по-крупному и с другой стороны Ельцин-центр, если за спинами сражающихся находится... Ты знаешь... Я скажу тебе так. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я скажу тебе так. На Донбассе очень сильно любит Путина. Неимоверно. Его настолько вот в каждом штабе нашел. Подразделение, штаб роты, штаб батальона. В каждом есть портреты Путина везде. Везде. До того... Народ в Донбассе настолько любит Путина. Настолько... И в лице Путина Россию. То есть он... Он символ России. Он символ русских. Он символ того, к чему они тянутся. Он символ русского языка. Красивого. И в то же время, я не против украинского языка. Украинский язык реально красивый. Вот мы обсуждали с... Я был в Югославии не раз. В том числе освещал войны там. Портрет Милошевича у многих висел. И надежды связывались многие. Вот у нас висит портрет Пушилина, портрет Путина. Я говорю, что портреты не помогли. Владимир Владимирович. Во-первых. А во-вторых, помимо портретов и надежды на ту или иную историческую или неисторическую личность, есть еще суровая, такая безжалостная механика. Если у тебя за спиной все принадлежит олигархам, если ты начал свой рассказ с того, что не получается ничего наладить по части справедливости, все равно есть люди, которые барыжат. Это вещь, с которой... С одной стороны и с другой стороны. Да, но на данный момент... Какая перспектива у этого в таком случае? На данный момент это вещи, с которыми надо считаться. Есть вещи... Вот смотри, я же помню, что я говорю. Нам нужны... Вот были купцы. У них были гильдии. Было купеческое слово. Это в средние века было. Было купеческое... Нет. У русских были купцы. У других купцов не было. У них, я не знаю, что у них. У них генуэсцы, там еще кто-то, еще кто-то. Ватикан. Они Ватикан построили. Ну, судя не в этом. Скажем, были гильдии. Было специально... То есть ты веришь, что можно воспитать хорошего предпринимателя? Я не верю в это. Я не верю в это. Но у нас есть данность. На данный момент, сейчас, вот здесь и сейчас, в Донбассе, у нас есть определенная индустрия. Что-то национализировано. Что-то мы пытаемся национализировать и запустить. Но это воспринимется... Мы же связаны цепочкой, допустим, России, другой мир. То есть мы воюем за свое признание. Мы воюем за то, чтобы было право русского языка. И в то же время, ну, это должно быть признано. И нас не признают... Что если, Авдула, скажи, что если наша олигархия воспринимает Донбасс как разменную монету, которую она захочет бросить когда-нибудь на весы, для того, чтобы закрыть какие-то из своих кредитов? Ну, ты знаешь, на данном мире... Возможно такое? Все возможно в этом грешном брендном мире. Все возможно. Но мы все равно, мы знаем, знаешь как? Я знаю одно. Вот я случай приведу про Тамерлана. Вот Тамерлан, он был такой пиар-менеджер жесткий. То есть картина «Апогей войны» или как «Апофьез войны». Это где отрубленные головы. Верещагин. То есть он делал такую пиар-акцию, где там, допустим, он город стерзли со земли, зато провинция молчит и все нормально. То есть образно выражается, да? И вот когда он разбил Тахтамыша, а в войсках Тахтамыша были русские, скажем так, славяне, он вспомнил, ага, надо там черный список ввел, пошли. И вот когда он доехал до уже территории Руси, люди начали выходить с крестными ходами. Они уже поняли, там войск нету, Тамерлан пришел. Все, конец. И Тамерлан проснулся, остановился армием лагерем, переночевали, просыпается, забирает войска и едет обратно. И когда у него спрашивали, почему, он сказал, мне пришла во сне дева Марьям, и она сказала, не трогай этот народ, он под моим покровительством. Поэтому, что бы ни случилось, вот знаешь, есть слово, там, божественное провидение, вот, она не даст, Бог не даст России умереть, и русским умереть. И в нашем случае, у нас есть, знаешь, как, знаешь, вот местное население может здесь, допустим, в России сказать, умри ты сегодня, а я завтра. Но завтра наступит. Завтра наступит завтра. Сегодня-сегодня. Сегодня мы умираем там, но завтра, блин, вы придете к этому здесь. Ты имеешь в виду, если придадут Донбассу, и та же власть, то это все не закончится Донбассом. Да, и нет, а не только почему, потому что, ну, они считают Кубань своей, они считают Воронежа, флота Воронежа, это Украина, они считают. Начнется диверсионная война. Сюда. У нас вон там, в Волгодонске, по-моему, атомная электростанция стоит. Пожалуйста, это вот рядышком. Вот, 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 вот. Поэтому мы верим своему руководству. Знаете как, мы, может быть, ты видел одноименные, вот эти вот, не одноименные, ты видел эти кадры, когда Зеленский приходил к этим нацикам, которые разговаривали с ним вальяжно, в кальсонах вышли там люди, там сидят, а ты, а ты, перебивают, его снимают, на сотовый еще как лоха. Мы не можем себе позволить подобного поведения. Мы структурные люди, мы армия, мы люди, честь имеющие, мы солдаты, у нас есть офицеры, у нас мы структурные люди. Мы не можем себе позволить в кальсонах выйти к своему руководителю. А ты не видишь, вот ты сейчас приехал в Москву, и ты проезжал наверняка не воюющую Россию. Ты не видишь, что происходит в остальной стране? Я вышел из одной среды, более жесткой, и зашел в другую среду, более мягкой. И поэтому, знаешь как, вот я проезжаю через дороги, я сразу думаю, о, там надо огневую точку поставить, она будет обалденная. О, вот здесь можно закрепиться хорошо. Я мыслю здесь вот этим форматом. То есть думаю, о, под этот мост можно врыться, нас хрен кто оттуда выбит. То есть я... На тебя война, ты носишь войну с собой. Ну, по крайней мере, я вышел из этой среды. То есть мне нужно время определенное. Ну, в любом случае, ну, по крайней мере, этим форматом мыслю. Ну, и в том, что я вижу там, о, люди идут, о, никого не бомбят, о, там, кишки не валяются, о, там, старушки не ходят, там, мы со своего котла не собираем. О, у нас там, у нас уже, у нас проблем гораздо больше, чем здесь может быть. У нас серьезные проблемы с водой, экологией сейчас начались. У нас только, только вот с 16 по 17, у нас 5 человек только, в подразделении у нас умерло от воды, от отравленной воды. То есть нас били в этот поселок, веселое, Жабичево. Фосфором, это стык аэропорта, взлетной полосы, и вода отравленная. Люди, мы, солдаты пили эту воду, они отравились. А это сточная вода, это потошная вода, извини меня. Люди в окрестностях сейчас будут пользоваться этой водой. Это раз. Второе, заметно поднялась онкология. У нас только вот горловское направление, у нас получается, в одном батальоне только три жены бойцов, три жены в одном батальоне. Вот за последнего месяца три, кого месяца три? За месяц. Три жены, именно с одного батальона, бойцов заболели раком. Не знаю, каким образом, как там мы, ну... Ты хочешь сказать, что все наши проблемы, это не проблемы на том фоне? Так точно. Там война, там нету работы. Ну как, нет работы у нас нету, мы не можем реализовать свою продукцию, потому что у нас в этом не признаны. Санкции в России будут, если мы сейчас начнем. А это повлечет еще за собой определенную вещь. Если здесь у нас с медициной так, то у нас тогда как? Хотя у нас получается очень много гражданского населения умирает еще в повышенной стрессовой ситуации. Повышенная стрессовая ситуация. То есть это сердечные приступы. Это очень... У нас очень много сорокалетних людей от сердечного приступа умерло в ДНР. Понимаете? И в связи с этим, когда мы приезжаем в Россию, мы видим ее сытой, довольной. Да, да, есть проблемы. Да, есть это. Но лишь бы не вот это. Когда нас просто за русский язык, блин, могут убить. Когда просто говорят, не разговаривают там. И когда запретили... Когда просто за то, что ты русский, и транслируешь русскость, ты говоришь, что русские, это неплохо, и за это тебя могут убить. Да! Это здесь райземной. Русским людям. Ну да, они этого не понимают. Да, они этого не видят. Да, они этого не видят. Они заняты, русские, заняты, к сожалению, поездки на море. Еще что-то там. Барби-шопы, мопы, какие-то названия. Я, ну, и меняет такой красивый, возвышенный язык на это все. Ну да, они не видят. Но опять-таки, я могу только, это можно понять, может быть, с жирю бесится. С другой стороны, если посмотреть. То есть... Не у всех жир-то. Понятно, ну да, да, я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. То есть у нас, знаете как, уровень немножко, катастроф вечности гораздо хуже у нас. И у нас, с нашего, скажем, призма ДНР, когда ты смотришь на Россию, ты думаешь, о, да, не так-то и плохо. Хотя, когда мы, по-любому, когда придет на тот момент, скажем, да, базар, не сходилось бы получше. Там, да, такой человек. Я, что я могу сказать по, вот, Донбассу, этому, на данный момент? Это новое слово. Это новое слово в веке славянства и России. Россия как таковой, тысячелетней России. Удильных княжеств, Царской России, Империи, Советского Союза и нынешней России. Что бы сказал твой отец, увидев сегодняшнюю Россию? Он сказал, их надо дотронуться, коснуться, разбудить. И в то же время, учитывая то, что творится в Сирии, то, что творится в Афганистане, в Афганистане, в Средней Азии, посмотрите, да, то есть, я не знаю, что мой отец бы сказал. Мой отец, я, ну, кровь своего отца, и я пытаюсь не допустить то, что допущено в Афганистане. Моя, вот я афганец, я люблю свою страну, я люблю свой язык, я люблю свою нацию, я люблю, я люблю все там. От последнего песочка до последней этой горы. Я люблю. Так же, как здесь, Россию, потому что я здесь вырос. Я благодарен этой земле, которая заменила мне родину, заменила мне все, она меня выкормила, она, я тот, кто я есть. Я не стал человеком нетрадиционной ориентации, я не стал там еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то. Я тот, кто я есть. Я солдат, гордо называю себя солдатом Донецкой народной республики, имею честь им быть. Я сын своего отца. И этим, я думаю, отец бы, по крайней мере, это не самое худшее из того, что могло бы произойти. я социалист по своей душе, по своей натуре. Но я понимаю, что на данный момент в том ситуации, в которой я, в которой находится Донецк, мы не можем брать только именно социалистическую плоскость. Мы не можем себе позволить этого. Потому что, почему же я говорю, что мы обязаны еще оглядываться на Россию и на мир, в том числе, после России. Потому что мы должны быть признаны. Если мы не признаны, нас задавят. Числено просто. Задавят Россию, чтобы Россия перестанет нам помогать и нас задавят. То есть мы не должны давать подкидывать эти дрова для противников. Да, но все и так, все знают. Все и так, все понимают. Но у нас-то есть много ребят, язычников, которые воевали за нас и воюют. У нас есть людей, которые там, скажем так, почитатели имперской России, которые так же воюют и погибают рядом с тем же коммунистом, который находится в том окопе, вместо рядом с этим родновером, который находится в окопе, вместе рядом с этим православным и иудеем, в том числе. И фашистам, в том числе. Фашистов у нас нет. Потому что, ну как, те люди, которые, фашисты напротив нас. Фашисты напротив нас. Не может так оказаться, что и среди нас тоже? Нет. Объясню, почему. Потому что, когда человек сильнее, когда у вас 20 человек, а нас, допустим, двое, вот, с ним. И один из нас 20 фашистов против двоих человек и один из них фашист? Так не бывает. Он в любой момент скажет, секундочку, пацаны, я здесь внедрен, там, там, на, держи, не мерзни. Вот так. То есть, а Донбасс, у нас получается один против десяти. И техническое превосходство у противника. Инженерные войска есть у противника, у нас нету, мы сами бойцы у нас роют. Медицинское превосходство у противника, артиллерийская, ствольная артиллерия, пожалуйста, система РЗСО, пожалуйста. Во всем численный перевес и полностью против нас. То есть, у нас, на данный момент, сейчас вот, что у нас получается, кстати, чем я хотел бы похвастаться немного. Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой народной республики, дал мне возможность возглавить ветеранскую организацию, которая будет вести реабилитационный центр. Чем мы можем, я не хочу про Дениса Владимировича Пушилина, уж прости меня, но мы можем чем-то помочь каким-то образом наши возможности, конечно, ничтожны, но люди, которые тебя увидят, могут тебе чем-то помочь в этом деле? Ну, мы бы, вы знаете как, я не могу, я не... Конечно, помощь нужна будет. Конечно, помощь нужна будет. Помощь нужна будет в постройке этого реабилитационного центра. А в реабилитационном центре, вот ты приезжал, когда в реабилитационный центр, вот посмотрел, тебе показывал реабилитационный центр, когда здесь, в доме Чешира, в московском доме Чешира, кстати, воины афганцы им заведуют, и меня на ноги ставят воины афганцы, которые в Афганистане помогали тогда, и сейчас мне помогают. Тогда моему народу, а сейчас мне помогают. для меня это такое то есть там есть определенные там оборудование нужно определенное там вот в этом отношении да допустим если люди смогли бы помочь там ради бога но опять-таки нам не нужны деньги нам не деньги нужны мы сбор мы не будем делать это не можем себе этого позволить сбора не будет мы денег не просим мы бы если какие-то там может организации или там люди которые смогли бы помочь там тем или иным оборудованием стройматериалами да ради бога почему бы нет когда эта помощь потребуется в середине весны и совсем скоро ну чтож тяжелый получился разговор но я думаю что интересный для всех я хотел бы тебя спросить я не знаю как формулировать и как задаются такие вопросы не пожалел о том что туда поехал это моя награда мое мое ранение моя награда у меня немножко своя другая философия я также я сейчас могу позволить себе на позициях я контролировал участок двухкилометровый счастье в городе и могу начинать уже к сожалению получил ранение ну как бы я не радуюсь этому что я получил ранение но я как солдат вот при понимаю что в любом моменте мог получить ранение любом виде мог погибнуть я был готов к этому то есть тот момент когда я перешел границу я перешел вот в донецке слова ребята я с вами я уже жил так как будто я погиб уже что меня я умер все единственное что я хотел чтобы у меня осталось то что был один афганец и он не трус был один афганец и он не мародер был один афганец он воевал как воин вот что я хотел и все больше ничего не нужно было сейчас на данный момент ну сейчас буду возглавлять ветеранскую организацию и будет возможность у нас помочь бойцам там на ноги становиться в донецке чтобы наши бойцы не эсэмсками собирали по россии или еще где-то а чтобы мы сами могли ставить на ноги своих бойцов то есть я считаю бог дал мне возможность я счастлив от этого я счастлив о чем я могу пожалеть о чем я мужчина я ответственен за свои поступки и свои дела и отвечаю за них честь имею а